Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮЗ, новости на телеканале ЮТВ. И для начала коротко о главных событиях в регионе на сегодня. В Уфу привезут икону с частицей мощей святителя Луки. 12 апреля в кафедральный соборный храм Рождества Богородицы по адресу улицы Кирова 102 из Салаватской епархии из Покровского монастыря привезут икону с частицей мощей святителя Луки из поведника архиепископа Крымского. Об этом профу.ру сообщили в информационно-аналитической службе Уфимской митрополии Русской Православной Церкви. Напомним, сегодня у православных всего мира начинается Великий пост. Сегодня в Башкирии началась акция «Сообщи, где торгуют смертью». Эта акция пройдет с 18 по 29 марта на территории республики. Это всероссийское антинаркотическое мероприятие, направленное на получение информации о местах, связанных с наркотиками. Неважно, продают их там, употребляют или хранят. Любую информацию с благодарностью примут правоохранительные органы. Разумеется, на условиях полной анонимности. В этот период с 18 по 29 число жители республики конфиденциально могут сообщить оперативно значимую информацию по телефону доверия МВД ПРБ 128 или 02. Сообщает пресс-служба у ГИБДД МВД ПРБ. Башкирская биатлонистка Ольга Вилухина – серебряный призер 9-го Кубка Мира. В гонке преследования она заняла второе место, уступив только чешской спортсменке Габриэле Саукаловой. Оставание от лидера 7 секунд, и это несмотря на три промаха. Бронзовая медаль у норвежки Туры Бергер. «Я была очень мотивирована на гонку. После спринта у меня была хорошая позиция для атаки в гонке преследования. Сегодня старалась отработать на трассе, на рубеже. Единственное, что мне удалось – сохранить хорошую стрельбу до конца. На третьем рубеже у меня было два промаха. Рада, что на ноль отработала четвертую стрельбу. Я счастлива, хорошо чувствую себя и сейчас», – отметила после гонки обладателинца серебряной медали Ольга Вилухина. Ну что ж, у меня на этом все. А теперь переходим к основным новостям региона на сегодня.